Добрый день. 6 часов и 5 минут в Москве. У микрофона Игорь Максутов. Как обычно, в это время будем разбираться с историей религии, будем говорить о том, что происходит в мире религии, о явлениях, которые нас окружают. На этой неделе самой главной новостью, без сомнения, по крайней мере, в мире религии, помимо того, что происходит в политическом пространстве Украины, который нас всех, несомненно, беспокоит, но главным событием в мире религии стало провозглашение святыми двух римских пап. Иоанна Павла II и Иоанна XXIII. И два этих папы, которые были предшественниками, папа Франциско, не считая папы Бенедикта XVI, который вот таким необычным образом покинул свой пост, он продолжает жить, он просто ушел на покой, сославшись на проблемы со здоровьем. Мы, кстати, вот этот вопрос, этот казус весьма интересный, исторически здесь разбирали в этой же студии, замечательным историком Алексеем Юдиным. И думаю, что нам нужно будет Алексея еще раз позвать для того, чтобы поговорить о том, что сегодня происходит внутри католической церкви. Но вот этот повод, эту новость я хотел использовать для того, чтобы поговорить о святых и вообще поговорить о том, кто является святым сегодня в нашем понимании, в нашем представлении и о том, что означает подобные канонизации. И вообще о том, какое место занимают святые такие персонажи сверхчеловеческие в мире религии, потому что именно они конструируют всю плоть религиозного сознания. И вокруг именно подобных фигур выстраивается представление о том, ну, по крайней мере, что такое хорошо и что такое плохо. Ну, и на самом деле выстраивается вообще мир религиозный. И событие знаковое, надо сказать, для католической церкви, поскольку оба папы – это два важных реформатора католической церкви. И с ними связан период, который по-итальянски называется «Аджерноменто», обновление. Его запустил, собственно, Иоанн XXIII, с именем которого связан Второй Ватиканский собор. И с именем папы Иоанна Павла II связано некоторое сближение, или, по крайней мере, возможность такого сближения с русской церковью, с Востоком, поскольку это первый папа в протяжении многих веков, первый папа не итальянец. И самое главное, что первый папа из Восточной Европы. Нынешний папа Франциск вообще выдающаяся фигура, который, собственно, двух своих предшественников канонизировал, поскольку он был не просто, хотя выходит из итальянской семьи, но папа Франциск, но он вообще даже не из европейского пространства. Папа, пришедший из Южной Америки. Да, ну вот два канонизированных папы сделали очень много для обновления своей церкви. Неоднозначная оценка, правда, это обновление имеет. Некоторые считают, что это обновление, попытка пойти навстречу миру, найти новый язык для коммуникации, скажем, отказаться от строгости в литургии, позволить служить на разных языках месу, какие-то эксперименты с молодежными движениями. Некоторые считают, что это было не вполне оправдано, и что та строгость, которую хранила католическая церковь, была важным залогом миссионерской деятельности. Но, однако же, мы видим, что сегодня католической церкви, несмотря на все те проблемы, которые внутри есть, отношение совсем иное, нежели, скажем, в середине XX века, после военной Европы, поскольку понятно, что оно было еще дополнительно омрачено ужасами Второй мировой войны, печатью того сотрудничества, в котором обвиняли представители католической церкви с тоталитарными режимами, но попытка преодолеть все те трудности, которые внутри католической церкви есть, сегодня делаются, и то, какое место сегодня занимает Папа Франциск в жизни не только Европы, но и всего просвещенного, всего современного мира, это в том числе заслуга тех реформ, которые начались в середине XX века, начались с Второго Тиканского собора, продолжились Иоанна Павла II, и сегодня мы видим это в делах Папы Франциска. Мы часто этого не замечаем, если смотрим российские новости, но надо понимать, что, и уже несколько раз я об этом говорил, что если вы будете смотреть, если вы взглянете на европейские новости и на мировые новости, то Папа Франциск будет регулярно там присутствовать, это вовсе не происки каких-то тайных злых сил, которые пытаются Папу навязать европейскому обществу, нет, вовсе нет, при том, что, надо сказать, он появляется именно с позитивными оценками, с положительной коннотацией все время, контекст всегда положительный, отмечается как дела его милосердия и какой-то благотворительности, как он продает вещи или отказывается от привычных для римских Пап каких-то роскошеств, так и его высказывания, политические высказывания, в том числе, кстати говоря, и высказывания по поводу Украины. При этом надо сказать, что, скажем, в российские новости он попадает, как последнее, опять-таки, событие этой недели, замечание о том, что он подарил нынешнему премьер-министру Украины Цинюку ручку, и его принял, надо сказать, что Папа Римский, в принципе, достаточно открытый человек, и вообще этот институт Папса довольно открыт, они самых разных людей принимают, и готовы с ними беседовать. Он подарил ему ручку с словами, что вот он хотел бы, чтобы этой ручкой было подписано некое мировое соглашение. Но, с другой же стороны, Папа Римский звонил и президенту Российской Федерации, Владимиру Путину, еще задолго до того, как принял премьера-министру Украины, с пожеланием и с просьбой о какой-то миротворческой деятельности на территории воюющей страны. И, без сомнения, он появляется именно, это исключительно положительный, позитивный контекст, это попытка некой миротворческой деятельности, такой глобальной, к которой, в том числе, Папа Римский и призван. И вот то значение, которое имеет сегодня Папа, это Папа Римский, Франциск, это, повторю еще раз, заслуга тех реформ, которые проходили в католической церкви, и тот поворот к миру, который католическая церковь произвела за последние, ну, скажем, лет 60. И положили основу этому два Папы, которые были на этой неделе, на прошедшей неделе канонизированы в Ватикане. Надо сказать, что сам этот процесс канонизации, это не такая простая вещь, как может показаться, это не формальная история, это непростое провозглашение, недостаточно просто папской воли, недостаточно просто желания, скажем, Франциска канонизировать тех или иных святых. Остально, что его предшественник Бенедикт XVI, он благоволил канонизацией, и явно был одним из инициаторов канонизации Анна Павла II, но этот процесс не может происходить решением одного человека. Это очень долгая, сложная процедура, причем это процедура, предполагающая даже не просто исследование жизни святого, но целое даже расследование, поскольку для канонизации необходимо множество самых разных свидетельств, изучается и жизнь кандидата в святые, изучаются все обстоятельства возможной его жизни, чтобы продемонстрировать, чтобы убедиться в ее святости. Необходимо исследовать наличие чудес. Тоже довольно сложный представимый, наверное, сегодня такой институт, но он есть. Необходимо засвидетельствовать, что по молитве к святому и в результате его какой-то чудесной помощи исцелился тот или иной человек или какая-то группа людей, и необходимо предъявить этому доказательство. Это такая важная часть этой работы, подобной комиссии создаваемой, создаваемых специальных этих исследователей, расследователей, в некотором смысле даже инквизиторов, в кавычках, конечно. И подобная комиссия занимается очень долго этим расследованием, очень долго занимается сбором необходимых фактов, свидетельств, всей необходимой информации. И после этого, даже после того, как будут собраны подобные материалы, это может занимать и несколько лет, иногда и десятилетий, но дальше необходимо специальный особый внутрицерковный трибунал, особый суд церковный, который должен доказать, в ходе которого должно быть доказано, что собранные сведения достоверны, что они непротиворечивы. И надо сказать, что именно из этих церковных судов в свое время возникло знаменитое выражение «адвокат дьявола», поскольку так назывались специальные люди, которые выступали в качестве... Это не то чтобы специальная профессия, то есть это так назывались люди, которые выступали в качестве некоторых обвинителей на этом процессе. То есть пока идет такой суд, кто-то должен противостоять для того, чтобы сохранить состязательность, согласно нормам римского права, которые необходимости приходят и в церковное право, и в средневековое право, которое сегодня сохраняется в католической церкви. Необходимо, чтобы у защитника святого, у того, кто доказывает его святость, необходимо, чтобы у него был оппонент. И вот этот оппонент, который выбирался из числа таких же церковных юристов, вот этого человека называли адвокатом дьявола. Вот оттуда, собственно, берется это выражение. Адвокат дьявола, который с легкой руки голливудских кинематографистов стал обозначать, ну, в прямом смысле адвоката дьявола, хотя в данном случае это была некая фигура речи, которая предполагала, что, ну вот, кто-то должен выступить со стороны дьявола, кто-то должен каким-то образом противостоять святому. И надо сказать, что подобные суды далеко не всегда, подобные трибуналы далеко не всегда заканчиваются канонизацией, далеко не всегда они приводят к тому, что кандидат становится, провозглашается святым. Иногда выясняется, что просто недостаточно сведений для того, чтобы канонизировать этого человека, и требуется больше времени. Иногда прямо оказывается, что есть какие-то подложные сведения. Так или иначе, но этот процесс никогда не бывает быстрым. Более того, сам Иоанн Павел II рекомендовал не ускорять процесс или как бы не запускать процесс биотификации. Даже первого этапа во время канонизации, в отличие от католической церкви, есть два этапа, причтение к лику блаженных и потом причтение к лику святых. И вот эти, даже до первого этапа, необходимо, чтобы прошло, ну, скажем, хотя бы пять лет с момента смерти человека. Надо сказать, что вот Иоанн Павел II, один из наиболее быстрых, скажем так, святых, его быстрее, довольно быстро канонизировали, даже по современным меркам. Через пять лет он был, даже меньше пяти лет прошло, с момента его причисления к лику блаженных. В 2011 году это произошло. И вот три года, и он был признан святым. Ну, с какой-то похожей скоростью, даже, может быть, чуть меньше времени, потребовалось на канонизации святой матери Терезы. И надо сказать, что этот процесс тоже в свое время вызвал довольно много шума, хотя для всего мира, и думаю, что и слушатели слышали о имени матери Терезы, и хотя, может быть, и не знают о том, чем она знаменита, и что она сделала, и какую роль она играла в лечении прокаженных в Индии, и как она, в чем, собственно, ее заслуги. Но имя матери Терезы стало нарицательным. Причем это не только российская история, но и мировая. Мать Терезы – это уже, скажем, как супермен. То есть такое какое-то слово нарицательное, которое для нас кажется понятным, олицетворяющим делам милосердия и благотворительности. Ну вот, никого не вызывало сомнений, что мать Терезы – это действительно человек, выдающийся, продемонстрирующий христианские добродетели. И, в общем, многие называли ее святой еще при жизни, не говоря уже о том, как ратовались за ее канонизацию после смерти, но даже в ее случае потребовалось какое-то время. Плюс 7-9-2-5-4-8-9-4-8. Совсем забыл я о том, что у нас есть телефон для смс-ок. Присылайте свои вопросы, будем по мере возможности на них отвечать. 8-4-9-5-7-3-7-3-9-4-8. Телефон прямого эфира. Поскольку я, как обычно, веду эту передачу «Один», то готов принимать ваши звонки. Если у вас есть что-то содержательное по теме, которую мы сегодня обсуждаем, святые, и в частности канонизация Папы Римского, звоните, будем и об этом тоже говорить. Говорит МСК, это наш Твиттер, сюда тоже можно присылать вопросы, хотя вижу я, что вам смски как-то милее. Похоже, что Папа – обычный политик и популист. Не знаю, с чего вы сделали этот вывод. Это там слушатель пишет. Не знаю, с чего вы сделали подобный вывод. Скорее, речь о канонизации, о таком важном символе внутри церкви. Звонок один, послушай. Мало, здравствуйте. Говорите в прямом эфире. Добрый день. Да-да-да, говорите. Вы знаете, да, католическая церковь очень преуспела, конечно, в ущажении христианства. Еще помните, за что Иоанн Павел II канонизировал крику святых, причислил Алоэ застепиловаться. Помните? Такой был кардинал во время войны. Так эти хорваты, католики уничтожали, 1400 священников хорватских, католиков уничтожали, сербов. Миллион сербов уничтожено. Вот за это Алоэ застепиловаться. А вот за то, что еще канонизировали Иоанна Павла II, за то, что оброславил бомбежку в Сербии в православную пасху. Ну нет, Иоанна Павла II не, 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 подождите, подождите, стоп-стоп-стоп-стоп, не кричите только. Подождите, значит, что касается канонизации этого святого, я, небольшой специалист в истории католической церкви, так внимательно не отслеживаю канонизацию святых. Алоэ застепилов. Я услышал, я услышал вас. По поводу как бы того, что его канонизировали за убийство сербских солдат, сильно в этом это невозможно. Нет, я вас услышал, не кричите. Не кричите, иначе я вас отключу. Я вас отключу. Отключаю. Отключаю все. Не умейте разговаривать, до свидания из эфира. 8495-73-73-94-8 Если способны не кричать в эфире и разговаривать, то, пожалуйста, будем с вами обсуждать. Значит, ну, разумеется, никакого святого никогда не канонизируют за то, что он убил кого-то или там тысячи каких-то жизней разрушил. Нет, разумеется, это нонсенс. Это как раз очень важно, что для любой религиозной традиции появление фигуры, хотя мы знаем, существуют примеры канонизации людей, совершивших в некотором смысле, с какой-то стороны, можно посмотреть, как бы, некие преступления, в том числе убийства, когда это связано для народа, для культуры, для традиции. Причем мы говорим сейчас о святых в широком смысле, не только о христианских святых. Когда тот или иной человек провозглашается святым, поскольку он имеет важное значение для культуры, для истории, в том числе, скажем, великие полководцы, когда они оказываются важными, знаковыми фигурами, превращаясь даже подчас в легендарных героев. И когда они оказываются знаковыми персонажами, то они приобретают свойства святых. Есть множество примеров, особенно в античности. Есть примеры канонизации святых полководцев и в истории, скажем, русской церкви. Хотя уже последующая традиция создает для них еще некий такой контекст более умиротворенный. Хотя мы понимаем, что любой князь, любой военачальник с необходимостью убивал. Но мы как бы внутри образа, культура отсекает этот элемент и делает его, как бы отводит его на второй план. С другой стороны, нужно понимать, что, разумеется, что Иоанн Павел II канонизировал не за то, что он благословил бомбежку Сербии. Я, честно говоря, не помню, чтобы он принимал какое-то активное участие в решении подобного вопроса. Но тут нужно, понимаете, нужно ссылаться на факты, а не бросаться словами. Канонизация двух этих людей внутри католической церкви происходит и произошла как важный символ. И как бы это очень важный жест, но это отнюдь не означает, что это некий там популизм или демагогия. Это важный элемент демонстрации того, что внутри церкви происходит обновление. И хотя, несомненно, и оба этих папы сталкивались с колоссальным количеством проблем, как внутри церкви, поскольку это, без сомнения, консервативный, крайне консервативный институт. Религиозные институты вообще крайне консервативные, и именно поэтому они способны сохранять и продолжать традиции. Но при этом... И поэтому им так трудно меняться, и так трудно находить новый язык для общения с миром. Вот эти папы пытались это делать, и пытались взаимодействовать с миром и говорить с ним на новом языке. Вот пишет нам слушатель Джерси в Твиттере, чего? Кого-то возмущает канонизация святого в чужой церкви. Пусть хоть Гитлера канонизируют. Нет, вы знаете, возмущать это может, поскольку необходимо... Надо понимать, что чужая культура, любая культура, ну и наша, поскольку... Посмотрите, мы живем в России, в Москве, я уже не раз говорил, о православии для многих вещь совершенно чуждая. Сколько бы мы процентами там не трясли, не пытались кому-то что-то доказывать, но если вдруг завтра внутри православной церкви будут канонизировать Сталина или Распутина, вполне вероятно, что многие люди будут крайне удивлены и возмущены, даже не будучи, не являясь постоянными прихожанами православной церкви, но будут возмущены. Это важно, поскольку это маяк, это определенный символ, это демонстрация направления, движения целого пласта внутри культуры. Это очень важно, это процессы, которые, как я уже вам показал, не происходят по миновению волшебной палочки или розчерком пера. Это долгий, сложный процесс внутри церкви. И, кстати говоря, в отношении Иоанна Павла II далеко не все были согласны, это был предмет спора. Так же, как, скажем, внутри русской православной церкви канонизация царской семьи не была воспринята однозначно. Многие были, многие сомневались в том, что это действие верное. И то, с какой скоростью происходил процесс канонизации, который, кстати говоря, внутри РПЦ не настолько строгий и не так жестко он устроен, скажем, как в католической церкви, но многих возмущало некоторое оставительство жизни царской семьи, и это до сих пор предмет внутренней такой дискуссии. Но сегодня это стало неотъемлемой частью жизни русской церкви, канонизация царской семьи уже, хотя продолжаются дискуссии, но все равно это вопрос не такой острый, не такой болезненный. Это важно. Нужно понимать, кого та или иная культурная традиция, а надо понимать, что католики это миллионы и миллионы людей по всей планете. То же самое, как и русская православная церковь, точно так же, как и важные объекты массовой культуры, которые, по сути, являются тоже некоторыми флагманами, измерителями тех или иных качеств, которые культура считает важными. Вы понимаете, если, скажем, для нас, имеется в виду массовую культуру, если в массовой культуре иконами оказываются музыканты и спортсмены, это очень многое говорит о том, что мы считаем идеалом, что мы считаем типическим, важным для нашей культуры, что определяет отношения, в том числе, молодого поколения, кем они хотят стать. И так же, как в свое время, скажем, фигура Юрия Гагарина, годовщину полета в космос, которого мы могли бы недавно отмечать, но, скажем, этот день уже позабылся, он отошел на второй план. Мало кто помнит, вы спросите, скажем, детей, когда полетел Гагарин в космос, мало кто об этом вспомнит. Это очень важный день. Это день, когда человечество сделало некий новый шажок в будущее. И изменился сам формат функционирования человечества. Мы полетели в космос. То, о чем мечтали сотни и сотни лет, то, к чему так стремились. И это изменило внутреннюю культуру. Если вы вспомните, а многие помнят еще, как в детских дворах стояли не просто качельки и карусельки, а стояла ракета. В каждом советском дворе, уважающем себя, по крайней мере, стояла ракета, в которой дети играли, как они полетят в космос. Вот, скажем, я это помню еще прекрасно. В каких дворах сегодня стоит такая ракета, в которую можно забраться? Пусть она какая-то там из железок сложенная, но так или иначе, вспомните, как дети хотели быть космонавтами, поскольку Гагарин был очень важной иконой и, по сути, ну, таким святым советской культуры. Это был очень важный сверхчеловеческий образ, который сегодня уже, в общем-то, потерян. Мы его сегодня такого не видим. Поэтому очень важно отслеживать эти образы, возмущаться ими тоже вполне возможно, и это уже вопрос вашего личного отношения, поэтому я-то буду рад с вами это обсудить в прямом эфире. 8495-7373-94-8 можете звонить и возмущаться или не возмущаться, главное, учитесь как-то разговаривать. Плюс 7925-48-94-8 это телефон для смс-ок. Зачем вы все еще, все в одну кучу, давайте ли о католиках или о православии, общего много, но линия водораздела колоссальная, пишет Арбат. Ну, линия водораздела есть, если вы готовы позвонить и предложить эту линию водораздела, можем мы ее в том числе обсудить. Говорит Томаска, это Твиттер, пишите свои вопросы, будем с ними разбираться, и в прямой эфир звоните, но только сейчас мы скоро прервемся на новости, звонки уже принять не сможем. Напоминаю, что мы сегодня обсуждаем святых, обсуждаем сверхчеловеческие образы, ну, в разных религиозных традициях, в том числе и в светских. Вот как раз о границе религиозного и светского тоже хотелось бы сегодня поговорить. Ну, Гагарин всплыл естественным образом, но есть и другие фигуры, которые там рождает массовая культура как прямым, скажем, политическим образом, как тот же самый Гагарин или фигура Ленина или фигура того же самого упомянутого уже здесь Сталина и Гитлера, так и, в общем, фигуры современных звезд и представителей, скажем, такого популярной культуры. Привемся на пару минут на новости и вернемся обратно в студию. Никуда не приключайтесь. История религии История религии на волнах радиостанции говорит Москва. Это Игорь Максутов. Мы продолжаем говорить о святых в самых разных контекстах. 849-573-73-94-8 телефон прямого эфира. Я видел, что там были звонки, но до перерыва приятных не смогли. Сейчас примем. Алло, здравствуйте. Говорите. Добрый день. Добрый день. Константин 692-й. Алло. Да, 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 говорите, говорите. Да, да, да. Вы знаете, мне кажется, при всем моем уважении к вам, вас немножко не туда занесло. Давайте. Куда занесло. Потому что святой на самом деле, кто такой святой? Это который по личным качествам приближен к Богу и в принципе человек ему может молиться и этот святой выступает заступником перед перед Богом человека. То есть он может попросить Бога как-то простить какие-то грехи. То есть никакие Гагарина, Гитлера и все прочее абсолютно ни при чем. Ясно. Хорошо, спасибо. Интересное мнение. Значит, поясню. Дело в том, что я же смотрю на эту историю не как богослов и не как представитель религиозной какой-то традиции. Я смотрю как исследователь. Для религиоведения есть определенные, то есть очевидным образом в самых разных религиозных и нерелигиозных традициях есть некая группа явлений, которые можно использовать понятным образом эту категорию святой, поскольку она так или иначе существует в самых разных религиозных традициях. Когда есть некий человек, который это иногда бывает просто какое-то существо, который обладает некоторыми сверхчеловеческими свойствами, он может выступать в том числе как некий посредник, заступник. В некоторых традициях там много богов или нет персонифицированного бога. Есть такой класс, есть такая группа, она легко выделяется, ее видно, она заметная. И в светском пространстве, то, что, кстати, говорил я про Гитлера или про Сталина, есть такие формы, есть группы, которые считают, что внутри христианских традиций, которые считают, что нужно канонизировать, в том числе Сталина, есть целый ряд православных групп, которые выступают за канонизацию и Сталина, и Распутина, если вы не видели, просто в гугле или в Яндексе наберите икона Сталин, и вы найдете много картинок с иконами собственно Сталина, и такие иконы даже висят в некоторых церквах. Это традиция, которая не поддерживается русской православной церковью, а московского патриархата, но она есть, она существует. Вот. Если говорить про Гагарина, то, хотя есть иконы с Гагарином, но это скорее такое народное творчество, вот, это скорее такая, ну там, полушутка, я говорил скорее о том, какую функцию фигура Гагарина имела в советской культуре. И в этом смысле именно типологически как функция, да, вот какую функцию имел этот человек, так же, как и Ленин, это, конечно, это один из вариантов вот этой типологии святых, потому что иногда святой это, образец, некий образец жизни, да, или такой прототип, по которому нужно как-то внутренне себя равнять. Как скажем, для христианства это первые мученики. Христианские мученики это люди, которые демонстрировали степень своей веры и демонстрировали то, как необходимо следовать за Христом настолько, что даже не жалеть собственной жизни и готовы умереть за веру. и в этом смысле они не обязательно демонстрировали какие-то особенности своей предшествующей этой мученической смерти жизни, а в первую очередь вот в подражании Христу в собственной вот этой смерти готовности отдать свою жизнь за веру. Давайте еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Алло, добрый день. Добрый день. Эфир, это Анна. Да, Анна. Да, вы знаете, что вот по поводу тех непосредственно святых, о которых вот вы сейчас рассказываете, об Иоанне Павле, да, вот предшественнике, ну, скажем, предыдущего перед Франциском, и по поводу мать Терезы. Я, честно скажу, я к ним очень так уважительно отношусь, и особенно вот, ну, мать Терезы, я не очень хорошо как бы вот так, ну, знаю, что нацелительница, да, а вот Павел, Иоанн Павел, он действительно такой миротворец. Но, вот что хотелось спросить, вот как бы, ну, конкретно. Дело в том, что, ну, меня тоже, честно говоря, поразило то, что вот в Европе во многих странах принимается все больше и больше закон, скажем, ну, вот, о том, что можно, скажем, мужчине с мужчиной, а женщине с женщиной официально в церкви. Вот. Ну, это, конечно, немножко поражает, потому что, ну, я, честно говоря, тоже немножко других взглядов. Так. Вот, то есть, ну, я считаю, и, насколько я знаю, вот, скажем, религию, скажем, в религии, в общем-то, это очень сильно преследуется. Скажите, пожалуйста, как вот Иоанн Павел и мать Терезы, я понимаю, что, в принципе, католической церкви с этим бороться очень сложно, но все же, как они с этим боролись? Я понял вас. И дети боролись. Я понял. Значит, что касается матери Терезы, я не помню, чтобы она высказывалась относительно гомосексуализма, когда бы то ни было. Значит, но если говорить о Иоанне Павле II, то он не приветствовал, разумеется, гомосексуальные браки и относился к ним, ну, скажем, отрицательно, по крайней мере, из того, что мы знаем. Значит, он не преследовал их, и это, в общем, довольно затруднительно было бы для католической церкви в его нынешнем положении. Первый понтифик на моей памяти, и думаю, что я здесь не ошибаюсь, который прямо заявил о том, что не мне их осуждать, был нынешний Папа Франциск. И в этом смысле он, это было сильной такой провокацией, то есть это было сильным раздражением для многих людей, в том числе настроенных консервативно. Это необычная совершенно вещь. Это вещь из ряда вон выходящая. Католическая церковь настроена по отношению к гомосексуализму крайне... Не так, настроена негативно. В католической церкви нет позитивного отношения к гомосексуальным бракам. И, скорее, католики настроены на некое перевоспитание этих людей и относятся к этому как к греху. С другой стороны, в некоторых протестантских церквях действительно есть терпимые отношения к ЛГБТ и в том числе равные отношения. Поэтому там возможны гомосексуальные браки и гомосексуальное священство. Такое есть, действительно. Что касается государства, то государство никак не может в принципе регулировать возможность или невозможность гомосексуальных браков внутри христианских церквей. Это было бы нарушением свободы вероисповедания. Государство не может вмешаться в внутреннюю церковную жизнь. Государство может разрешить регистрировать браки государством, но не может обязать церковь регистрировать подобные браки. И не может обязать церковь проводить, собственно, обряд бракосочетания с таких людей. Это невозможно. Это внутренняя жизнь церкви. Католическая церковь, еще раз повторяю, всегда была против. Только недавно, вот Папа Франциск высказался достаточно мягко. Но это совсем не означает, что это одобрение гомосексуальных браков. Еще один звонок, послушаем. Алло, здравствуйте, говорите. Добрый день. Добрый. Николай. Да, Николай. Ну, понимаете, вот в ряду еще с канонизацией преступника. Вот почему Второй Ватиканский Собор в 69-м году, вы помните, он был, да? Да. В 69-м. В 62-м. Они провели деканонизацию Георгия Победоносца, Святого, православного, деканонизация, вы понимаете? Это какая-то... А также Николая Ликийского Чудотворца в те же годы. Что, 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 что? Это как бы понимать, какое они имели право на святых святых. О чем вы говорите? Вот и мы. Нет, нет, подождите. О какой деканонизации идет речь? Николая Чудотворца? Это второй Ватиканский Собор после 69-го года. Все, выключаем. Это какая-то... Вы где-то насчитались каких-то глупостей. Николая Чудотворца деканонизировали. Что-то... Вы какие-то странные, мне кажется, книжки или в интернете наткнулись на какой-то сайт с глупостями. Постарайтесь как-то внимательнее относиться к тому, что и где вы читаете. Значит, более того, не может католическая церковь деканонизировать каких-то святых. Это нонсенс. Значит, причисление к лику святых это, в общем, акт необратимый, только за исключением тех случаев, когда, ну, какие-то подложные документы использовались, но это, в общем, такая из ряда вон выходящая ситуация. А для того, чтобы деканонизировать Николая Чудотворца, человека, жившего еще до принятия... То есть задолго до всякого возможного разделения церквей, об этом речи быть не может. Николай Чудотворец, как и был святым и в католической, и в православной церкви, так и мы остался. В общем, представить себе обратное просто, ну, совершенно невозможно. Пишет нам, пишет нам слушатель, значит, насколько я... Так-так-так-так. Как-то поторопились, надо было чуть-чуть подождать лес 50-100, а так чистая политика, изготавливаем святых на конвейере. Действительно, в последнее время процесс канонизации, он, ну, в некотором смысле, ускорился. Он происходит гораздо быстрее, чем раньше. Но это связано не, скорее, с конвейером, а с тем, что... Это, кстати говоря, и в православной церкви происходит. В том числе и потому, что нету такой строгой, жесткой процедуры. Не было, точнее. Происходило это довольно долго для того, чтобы традиция почитания одного святого пришла из какого-то отдаленного города или там, какого-то региона и дошла, скажем, до столицы империи и стала распространяться дальше. На это уходило много лет, десятилетий и даже столетий. Поэтому этот процесс был дольше. Он не был так жестко регламентирован даже в католической церкви. Мне тут писали, что в православной гораздо все строже. Нет, совсем это не так. Строгость в данном случае это не оценочный критерий. Это исключительно вопрос процедуры. То есть вот насколько сложная процедура. В этом смысле православная церковь к этому относится несколько проще. То есть сама процедура не такая сложная, не такая строгая. Хотя, конечно, сейчас она становится строже, там тоже требуется доказательство, но такой вот момент состязательности или какого-то трибунала, суда. Более того, он даже как-то время от времени, по крайней мере, от тех людей, которых я слышу, подвергается некой такой насмешке, дескать, зачем нужен этот суд, какое-то показушничество такое. Вроде же собрали материалы. Кто будет вроде как врать внутри. Хотя такое тоже есть, и мы знаем, что внутри христианских церквей, таких больших, особенно как православная или католическая, есть некоторое внутреннее тоже, ну, какое-то лобби, когда региональная какая-то церковь хочет своего святого некоторым образом продвинуть, сделать его популярным не только в одном регионе, но и во всем мире. Поэтому и такие процессы тоже есть. Еще звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Ой-ой-ой, выключайте приемник. Сейчас убавлю радио. Да. И, Игорь, такой вопрос. Я не знаю, смотрели вы или нет фильм «Агора». Да, конечно. Вот. И у меня вопрос. Как вы относитесь к канонизации епископа Кирилла, который вот делал такие звезды, выставил библиотеку александриску. И потом, кстати, его, кстати, причисляют, что он был одним из тех, кто травил Иоанна как бы в Златоусте. Ну да, 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 спасибо. Объясните, пожалуйста. Да, значит, но не просто причисляли. Я-то как раз отношусь очень тяжело, потому что я диссертацию свою писал по Иоанну Златоусту, и поэтому, конечно, фигура Кирилла, несомненно, вызывает у меня такие не самые приятные, позитивные эмоции. Но в этом проявляется и особый дух христианского такого некого разномыслия, позитивного, который позволяет канонизировать и Кирилла Александрийского, и Иоанна Златоуста. Что касается его канонизации, довольно сложный вопрос. Может быть, мне стоит отдельно про Иоанну Златоусту сделать такую передачу, потому что действительно интересная фигура. И вообще вот этот вот конфликт между Александрией, Антиохией и Константинополем в поздней античности, это очень интересная история, которая показывает, как на самом деле внутри ранней церкви могли существовать самые разные мнения, очень острые, которые вызывали внутри церкви очень сильные противостояния. И если вы посмотрите этот фильм «Агора», и вообще, хотя там есть некоторые преувеличения, но он в историческом смысле очень неплохо сделан. И степень некого соответствия, ну, соответствия вот этому правильному образу такому исторического фильма, художественному, но все-таки основанному на исторических фактах, он соответствует. Хотя, надо сказать, что убийство главной героини, оно, я не буду там подробности раскрывать, но убийство главной героини изображено не совсем верно. По крайней мере, источники говорят о том, что она погибла скорее в такой, то есть, она погибла в давке, то есть, она погибла в результате этой смуты, а там показана все-таки довольно романтическая такая история ее гибели. Ну, понятно, что это скорее вот желание кинематографистов добавить, ну, некой дополнительной такой поэзии к ее смерти, главной героине. Да, но если говорить про фигуру Кирилла, то да, раннее христианство было очень крайне нетерпимым к наследию античному и действительно разрушало многие образцы античной культуры, в том числе тексты античные. Понимаете, это для нас, это тексты античные, это для нас, это наследие вот античного мира, а для христиан того времени это язычество, это ложные, какие-то бессмысленные, ведущие в сторону от христианской премудрости вещи, и надо сказать, что христианство с трудом и тяжело впитывало в себя философию, именно античную философию, это долгий, довольно трудный процесс, и далеко не всегда христианские епископы были терпимы, особенно после того, как получили власть, и многие и позабыли о том, как были они гонимы, или наоборот, это некая такая внутренняя, не внутренняя, а обратная месть фактически, поэтому это очень важно, но что касается фигуры Иоанна Златоуста, то да, Кирилл повлиял на смерть Иоанна Златоуста, более того, он был основным обвинителем Иоанна Златоуста, Кирилл Александрийский, епископ, то есть папа, папа Александрии, глава всей Александрийской церкви, именно из-за его козни, по-другому назвать это довольно трудно, был собран суд в Константинополе, который осудил Иоанна Златоуста, большая часть обвинений была ложная, были ложные, перевранные, на него клеветали, на Иоанна Златоуста клеветали епископы и Клир, священники и диаконы Константинополя, которых Иоанн Златоуст отлучил за разные вещи, вроде, скажем, там стяжательства, за то, что они там собирали богатство или нарушали какую-то церковную, внутрицерковную жизнь, ее аскетичность, вот, сам Златоуст был обвинен в растратах, хотя все его растраты шли на дела благотворительности, а Златоуст был в результате этого изгнан, потом решением императора он был, его вернули обратно в Константинополе, спустя несколько лет снова выслали, потому что решение первого этого Саура не было отменено, если кратко, вот, и он погиб, собственно, умер от лишений в ссылке, по дороге в ссылку, и, в общем, смерть, это, конечно, в значительной степени на руках Кирилла Александрийского, но при этом Кирилл внес вклад в развитие христианского богословия значительно, именно поэтому он был причислен к лику святых, и в этом смысле святой жизни, ну, вот такая кристальная святость жизни не всегда является критерием для канонизации, это тоже нужно помнить. Во-первых, христианство всегда предполагает, что человек способен на покаяние, и каким он ушел из мира, и что он делал до этого, не всегда прозрачно и видно, и поэтому для христиан именно там чудеса или какие-то события после смерти святого или кандидатов святые являются показателем его святости, то есть демонстрация того, что он действительно в логике христианского мира находится с Богом, и поэтому там может просить или как-то помогать ныне живущим. Но очень важно, что Кирилл был канонизирован как богослов, как выдающийся богослов, а не столько как церковный деятель, потому что именно, кстати, как епископ, как церковный деятель он натворил немало бед внутри самой Александрии как раз монахами, поскольку он их тоже нещадно мучил, поскольку пытался навести этот довольно известный конфликт между епископатом и монашеством в попытке как-то найти баланс, потому что епископы всегда хотели управлять монахами, а монахи как раз всегда этому сопротивлялись. Давайте еще один звонок. Алло, здравствуйте, говорите в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Ну, я вот, по-моему, слушаю вас, вы перемешиваете православное христианство и католическое, которые всегда были в противоборстве, начиная с рубежей, наверное, 13-12 веков, когда папское, вернее, перенейское папство призывало тевтонов вернуться из земли обетованной и заняться цивилизованием тех христиан... Так, я понял. Хорошо, вы сейчас путаете... Мне кажется, каким образом, по-вашему, я смешал католичество и православие? Ну, сравнивать так или иначе католических и православных священников. Священников? Нет, я не сравнивал католических и православных священников. Когда? В какой момент? Ну, когда вы говорили о канонизации тех или иных святых, в том числе и Кирилла. Кирилла какого? Ну, вот я не сначала просто... А, я понял вас. Кирилл Александрийский и Иоанн Златоуст, да? А, вот, да, извините. Может, я не корректен, но на самом деле католичество всегда было в противоборстве с православной церкви. Прочу прощения, как вас зовут? Меня Вайз зовут. Извините, это не представилось. Да, а вы знаете, когда жили Иоанн Златоуст и Кирилл Александрийский? Они в вашем представлении к какой церкви относятся? Католической или православной? Я думаю, они были какими-то приверженцами, отождествляли себя с особой верой. С особой верой. Я понял. Спасибо. На этом мы закончим. Да, дело в том, что Кирилл Александрийский и Иоанн Златоуст это рубеж 4-го и 5-го века. Это единая церковь. Надо сказать, что это очень распространенная такая история. Прежде всего, с особой верой это вообще идеальная такая история. Мы многие считаем, что, например, Николай Чудотворец это православный святой. Ну, в смысле, это как бы вот он типа наш, русский. Вот он особый православный святой. А дело в том, который вообще не знал о том, что будет когда-нибудь католичество и православие. Иоанн Златоуст тоже вроде как-то особый наш. Там Василий Великий. Он же тоже Василий. У нас тут Василиев полно. Василий Великий, там Григорий Великий. Вот вроде как бы все особые наши святые. А жили в 4-м и в 5-м веке. Ну, Иоанн Златоуст как бы умер в начале 5-го века. Поэтому я рассказываю о истории единой церкви, которая еще не знала о том, что будет католичество, православие, тефтоны, там крестовые походы. Понятия об этом не имели. Жили внутри единого христианского пространства. Еще один звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Говорите в прямом эфире. Алло. Здравствуйте. Сергей, Москва. Да, Сергей. Ну, я вот хочу нашим любителям, так сказать, только православных святых и вообще, что святой это святой. Хочу напомнить основного святого земли русской, Владимира Красного Солнышка. Так. Кем он был до того, как стал Владимиром? Он не был ни Владимиром, ни Красным Солнышком, а когда читаешь его, так сказать, жизнь до, видите, волосы встают дыбом. Правда. А ничего, стал святым. Одним из основных. Ну, вот так что не надо. Действительно, христианство считает жизнь по итогу. По покаянию. Согласен. Да, спасибо за ваше мнение. Согласен. Но тут, конечно, с Кириллом Александриским особая история, потому что, собственно, он, понимаете как, он повлиял на смерть другого святого. И тут как раз такая хитрая история заключается в том, что два святых-то враждовали, как выясняется. Но оба оказались причислены к лику святых. Таких случаев в истории церкви довольно много, причем с разных сторон. И какие-то конфликты, которые приводили к смерти одного святого, но внутри христианского мира они воспринимаются все равно как часть единого пространства. еще один, наверное, звонок успеем послушать. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Ирина. Да, Ирина. Вот я хотела узнать о канонизации Николая Второго. Уже как бы обеянного президента Романова. Дело в том, что я вот никак не пойму, почему его канонизировали. Вот если бы он остался помажен, помазанником Божиим, остался бы на престоле. Я понял вас, да. Я понимала бы это. Ясно, ясно. Я вас услышал. Значит, тут на самом деле все просто. Он был колонизирован в лике так называемых страстотерпцев, как, например, Борис и Глеб. Это особый лик внутри, то есть, как бы, лик в смысле класс, да, группа святых внутри православной церкви. Это обычно лица августейшей или вот какой-то знатной фамилии, которые, будучи облеченные властью и будучи наделенные властью, пострадали от своих. То есть, не обратили эту власть против них. Произвели, это один из ликов мучеников, которые продемонстрировали свою кротость и смирение, которые не стали поднимать оружие против своих и которые при этом пострадали от своих жертв, от своих единоверцев. Вот, в частности, первые такие святые это Борис и Глеб. Многие князья, которые ныне канонизированы, ну, в частности, скажем, князь Игорь, по имени которого, собственно, и есть это имя Игорь, которое на самом деле, в общем, совсем не церковное имя, строго говоря, это варяжское имя, скандинавское имя, которое пришло с севера, как ингвар, и превратилось в Игорь, поскольку славяне не могли нормально ее произносить. Вот это имя Игорь есть у нас, и как бы у нас есть имя, это потому, что оно вошло в святцы и таким образом называли детей, потому что был такой князь Игорь, который в монашестве пострадал от своих и был убит ни за что, фактически. Но он был канонизирован как мученик, именно как страстотерпец, поскольку проявил вот эту кротость. И в этом смысле, вот именно поэтому была канонизирована царская семья. Есть некая внутри православия, внутри русской церкви традиция, появившаяся, которая не считается канонической, не принимается русской православной церкви, считать Николая II царем-мучеником и даже называть его искупителем. И вот эту традицию как раз, что он как бы понес на себе грехи русского народа. И фактически его сравнивают таким образом с Христом. И вот эта традиция является не канонической, это отдельная такая история и разговор про так называемое «Альтернативное православие», в котором довольно много интересных идей, весьма противоречивых, в частности, канонизация Распутина или канонизация Сталина ложится в эту же линию, в смысле вот этого альтернативного взгляда на историю русской церкви. Мне тут пишут, что, насколько я знаю, в СМС, насколько я знаю, есть одна икона со Сталиным, но он там персонаж второго плана, главная там святая Матронушка, канонизированный РПЦ, имеется в виду Матрона Московская. Да, есть такая икона, где и Сталин, где как бы Матрона по легенде приходит к Сталину, но я говорю совсем про другую, про другие иконы, я говорю именно про иконы, где Сталин изображается с нимбом, где он провозглашается в качестве святого. Да, ну, есть, например, опять-таки, очень популярная традиция канонизации Распутина, которая связана как раз в том числе с канонизацией царской семьи. Вот, на самом деле это нужно понимать, это отдельная история про альтернативное православие, хорошо, что мы ее затронули, мы к ней обязательно вернемся, у меня почти не остается времени для финальных слов, я хотел бы просто, чтобы вы увидели, что внутри религиозных традиций, про светские мы почти не поговорили, есть вот этот особый класс людей, на которых ориентируется культура, которая выкладывает их, выставляет их как образцы, и по ним, в общем, себя и мерит, и отмечать то, кто оказывается на вершине этого пьедестала, кто оказывается на вершине Олимпа, крайне важно, поскольку именно это определяет характер всей культуры и того, собственно, в каком направлении она движется. Я с вами прощаюсь с историей религи. Продолжение следует...